В Омске на этой неделе стартовала формула моды. Традиционный международный конкурс в этом году впервые проходит в рамках нового проекта Омская арт-резиденция, генеральным спонсором которого выступает Межгосударственная корпорация развития. Поменялся формат и содержание конкурса. Будущие дизайнеры делятся своими находками, начинающие режиссеры представляют свои фильмы на фестивале короткометражного кино, а урбанисты говорят о том, как сделать Омск удобным и красивым. Юлия Боброва вывела для нас формулу моды 2017. В этом перформансе ритм мегаполиса, его движение, энергия и психология горожанина, который испытывает напряжение и одиночество. Театр мод образ показывает жизнь человека в урбанистической машине. Город и люди – девиз Омской арт-резиденции и фестиваля формула моды «Восток-Запад». В этом году изменился не только формат формулы моды, но и подача конкурсных материалов. Вот на этих стендах идеи, эскизы, наброски, которые сделали участники. Можно увидеть даже материалы, из которых изготовлены костюмы. Одна из коллекций «Обнимая небо». Дизайнер Арина Георгиева вдохновилась историей героини Великой Отечественной войны. Лилия Литвяк – летчица, которая на фюзеляже своего самолета нарисовала цветок. Это сочетание милитарь и романтики. Это история о женщине военного времени, которая, несмотря на все трудности войны, хотела быть все равно романтичной, нежной. Экология, история, архитектура – все это выражено в тканях, декоре. Урбанистическое направление определило и идеи конкурса парикмахеров «Городские трансформации». Я делала именно для города эту работу. Называется она «Березы города Омска». Надо было показать именно вот это деревье, чтобы у нас в Омске присутствовала не только пыль, да? Вы прямо в тему вот так вот попали, вот вырубки деревьев. Я задумалась об экологии. Модные проекты объединили десятки амичей, гостей из других городов, зарубежных и столичных экспертов. Не каждый город может похвастаться, что музей такого уровня, как музей в Рубеле, предоставляет возможность дизайнеру, будь то молодому, либо уже именитому, это не важно, показать свою коллекцию в этих прекрасных исторических интерьерах. Это исключение, такого нет нигде в нашей стране. Именно такие мероприятия, которые говорят о красоте, о стиле, о энергии и желании что-то изменить, они как раз-таки просто необходимы. Арт-резиденция включила в себя еще и кинофестиваль, лекторий, мастер-классы и урбанистические проекты. Это объединение всех творческих людей города. Под какой-то общей концепцией мы сможем делать какие-то абсолютно добрые, интересные и талантливые дела в этом городе. Это город, который может быть и должен, наверное, стать городом, в котором очень много интересных людей, которые в самом деле рождают абсолютно новые тренды. У нас есть очень большая любовь к уничижению себя и статуса своего города, и города в принципе. Мы его не любим. У нас, к сожалению, районное мышление. Арт-резиденция сломает шаблон, сломает мышление с тем социальным посылом, который преследует, в частности, Международная корпорация развития, принимая участие в этом проекте. Это все-таки изменение ментальности. Арт-резиденция вышла на городские улицы. В ее рамках запущен проект «Своя история». Архитекторы, студенты, социологи сейчас работают над преображением сквера лицейского театра и предлагают свои идеи. Например, арку в виде беседки или сензитивный сад. Мы разрабатывали ландшафт территории, разрабатывали, так как называется, правила двора. Да, беседовали как раз с жителями. И архитектурные объекты. И 15-го числа будет выставка всего этого сквера, всего проекта. То есть жители смогут посмотреть и сказать, да, нам нравится, делайте, правильно? Верно, да, да. Они приходят во власть и говорят, вот, уважаемая власть, да, мы хотим вот это поставить, согласуйте. Он говорит, ребята, мы тут делом занимаетесь, а вы тут, извините, с какой-то ерундой. Это не так, это не ерунда. Мы потихоньку, потихоньку, там, степ-бай-степ в свой город превратим, ну, если не в город-сад, потому что это уже, наверное, все-таки пройденная история, да. А вот в какой-то город, слово которому мы еще прилагательно не придумали, а вот эти ребята могут. После того, как будет выбран один из проектов, в сквере начнется стройка, жители увидят его обновленным. Но это не только преображение конкретной территории, это еще и посыл. Омск может меняться, может быть современным и креативным. И сделать его таким могут сами горожане. Юлия Боброва, Антон Щетинин, Константин Демиденко, Анатолий Серов. Омск здесь. Продолжение следует.